Львы, приветствую вас, мои дорогие. Давайте посмотрим ваш раскат на январь месяца, что вас ожидает в январе месяце. И первая карта для вас, мои дорогие, рыцарь мечей. Бороться за свое место под солнце, бороться за свое это. То, что вы хотите какие-то действия, уже пора делать, потому что здесь еще карта уже говорит не о том, что вы думаете только как-то. Уже здесь нужно что-то предпринимать, нужно бороться за свое, за свое то, что вы считаете, что вам будет приносить это счастье, удовольствие или какие-то новые перемены в вашей жизни. Давайте посмотрим следующая карта для вас, что вам высшие силы подсказывает. Карта пятерка жезлов. Будьте аккуратны, потому что в январь месяца может быть люди, которые выведут вас на каких-то эмоций, на каких-то конфликтов. Для того, чтобы вы не потеряли вот вашу энергию, ваше то благо, которое у вас на январь месяце в начале будет. Здесь нужно бороться, знаете, как бы обойти стороной вот этих людей, чтобы, знаете, даже если вам будет что-то неприятно, здесь как бы совет, чтобы не потерять вот именно ваш вот этот баланс, нужно просто оставить людей. Пускай лучше они вот злятся, то что вы не реагируете на их какие-то разговоры или какие-то слова. Давайте посмотрим следующая карта для вас, мои дорогие. Это карта королевы мечей. Королева мечей и говорит быть хладнокровно, относиться к таким людям, которые такое хотят в вашей жизни делать. Если это касается то, что отношения, то, что вы понимаете, что у вас происходят какие-то конфликты, какие-то перемены, здесь четко нужно поставить, знаете, точки над «и». Хотите вы там быть, хотите вы находите в таких отношениях, когда только конфликты, ничего хорошего или нет. Если это касается рабочих моментов, здесь тоже будьте аккуратны, потому что вы должны понимать, если стоит бороться, уйти на другую работу, которую вы будете спокойны, и ваша, знаете, финансовая стабильность будет лучше, вам это нужно в январь месяц это как бы решить. Давайте посмотрим следующая карта на середине месяца, что вам высшие силы. Карта смерти, завершение. Поэтому я говорю, если вы понимаете, что стоит что-то завершить и начать что-то новое, здесь нужно. Потому что середина здесь, уходить от какой-то старой работы, завершить каких-то отношений, начать что-то новое. Здесь по карте смерти, начало чего-то новое. То, что как было в старом, вот именно в прошлом, у вас не должно это быть именно в будущем. Что-то, какие-то изменения, перемены уже у вас должно быть. Давайте посмотрим следующая карта для вас, мои дорогие. Карта четверка кубков. Если вы закончите что-то в вашей жизни, здесь могут для некоторой появиться новые отношения. Человек, которым можете доверять друг другу, когда можете все рассказывать. Когда человек может не то, что, знаете, когда здесь будете разговаривать, а за спиной совсем другое. Здесь вот именно появится тот человек, вот та работа, когда у вас будут доверительные отношения, доверительные какие-то разговоры. Давайте посмотрим следующая карта, мои дорогие, что вам высшие силы подсказывает. Это карта четверка Пентакли. Вот почему точка поставить. Больше нужно любить себя. Больше нужно работать над собой. Больше нужно себя менять как человека. Здесь не нужно думать о ком-то. Потому что здесь показывает то, что из-за того, что вы думаете больше кому-то помочь. Больше кому-то что-то, вот какие-то ваши идеи, ну какие-то ваши ситуации. Здесь вы приходите в такое состояние, что вам как будто, вот именно, знаете, даже не приносит радость то, что вы, как бы иногда то, что вы живете. Здесь нужно больше вот именно вкладываться в себя. Вот закончить что-то старое и именно начинать новое для себя. Давайте посмотрим следующая карта на конец месяца, мои дорогие. Это тройка Пентакли. Улучшение. Улучшение новой работы, квалификации, знаний, отношения. Начало чего-то нового. Здесь нужно вот именно под конец января, чтобы вы это начали новое. Потому что из-за того, что вы думаете о кем-то, здесь вы можете потерять вот январь месяца. Вот здесь как бы вот под конец улучшения то, что вы понимаете, будет приводить вот в будущем у вас какие-то, ну хорошие работы. Какие-то, знаете, доверительные отношения, какие-то, знаете, какие-то беседы, то, что даже друзья, даже знакомые. Когда вы наполняетесь от человека, а не то, что вы теряете ваши энергии. Давайте посмотрим следующая карта для вас, мои дорогие. Это тройка кубков. Какие-то праздники, какое-то веселье, какой-то разность. Наполняйте себя. Вот не думайте вот то, что если вы, знаете, не подайте руку помощь кому-то, вы из-за этого больше не будете страдать. Нет. Здесь, смотрите, даже если под конец может быть какая-то поездка, кто-то может приглашать вас куда-то поехать отдохнуть, едьте. Потому что здесь, наоборот, вы будете наполняться какие-то эмоции, чувства, вот именно то, что хорошее, что-то в вашей жизни. Давайте посмотрим следующая карта. Вот карта совета, что вам высшие силы подсказывает. Правосудие. Вот именно на январь месяце, мои дорогие, правосудие на вашей стороне. Справедливость будет, знаете, сопровождать вас на целый месяц. Но зависит тоже, какие действия вы будете делать, как вы будете себя вести. Здесь еще скажу так, для некоторой, если будет касаться, может быть, какие-то судебные разбирательства. Здесь у вас могут быть какие-то суды или какие-то разводы. Поэтому у вас идет вот то, что четко осознать, что вы хотите в вашей жизни. Конечно, мои дорогие, это общий расклад. Для личного расклада обращайтесь по номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на YouTube-канале, переходим в Instagram, там больше расклада о финансах.